Команда «Активатики» вновь представляет для вас обзор новостей гражданского активизма. Сразу несколько митингов в начале декабря прошли в Московской области, и все они были посвящены борьбе с мусорными полигонами и мусоросжигательными заводами. В Нарваминске 2 декабря прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода. Завод по проекту должен быть рядом с деревней Могутово. Там вокруг частные домовладения и садоводческие товарищества. Жители изучают проблему мусоросжигания и настаивают на том, что это не только вредно для здоровья людей и состояние окружающей среды, но и экономически нецелесообразно. Срок действия мусоросжигательного завода по нормативам должен составлять 15 лет. Жители задаются вопросом, зачем вкладывать деньги в это, если можно изначально строить мусороперерабатывающие предприятия, которые экологически менее вредны, а экономически выгодны. Лоббисты же мусоросжигания говорят, что раз в Европе строят такие заводы в городах, то значит это безопасно и можно так же строить и у нас. Но на деле, отмечают активисты, в Европе большинство заводов построены давно, и там ведется раздельный сбор отходов для последующей переработки. В печь не попадает пластик. Ну и последняя директива Евросоюза говорит о приоритете переработки перед мусоросжиганием. Дело в том, что люди не доверяют государству и корпорациям. Сфера обращения с отходами, так или иначе, монополизирована в России корпорацией Растих. Проблема этой структуры, как и других, появившихся благодаря путинским друзьям-олигархам, в непрозрачности их деятельности и в неподотчетности гражданам. Общественный контроль этих структур в нашей стране сейчас просто невозможен. Именно это отмечали протестующие в подмосковной Балашихе. Там, 3 декабря, люди вышли с требованием закрыть действующий мусоросжигательный завод номер 4. Мы не знаем и не можем предсказать, при какой температуре в печи идет сжигание. Активисты вступают в диалог с руководством предприятия, говоря, что они не могут проконтролировать, как идет процесс. Но люди видят интенсивность работы по выбросам из труб и уверены, что их обманывают, когда говорят о безопасности предприятия. Мусорная реформа у нас не произойдет до тех пор, пока мусорные операторы будут вывозить деньги в офшоры, но не вкладывать в мусорную отрасль, которая недофинансирована именно потому, что деньги разборовываются, отмечают активисты. МСЗ номер 4 в Балашихе фактически находится в окружении жилых домов. Ближайшие к нему дома стоят сейчас в 400 метрах. Санитарную зону санитарный врач Москвы сократил до 150 метров со стороны жилых домов. При этом Росприроднадзор выдал бессрочные лицензии многим мусорным полигонам, когда население, области и даже представители власти требовали их закрыть. Стоят вопросы компетентности чиновников, которые позволяют так обращаться с населением. Закрытие и рекультивации полигона ТБО требовали и жители подмосковного Клина 3 декабря. На митинге граждане потребовали отказаться от планов открытия нового полигона ТБО в Клинском районе, исправить недостоверные данные об отстаточной емкости. А еще просили вынести на публичные слушания проект строительства мусороперерабатывающего комплекса. И самое главное – реализовать на территории городского округа Клин программу по раздельному сбору мусора. К Клину к проблеме подключились оппозиционные политики. Там 17 декабря должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Митинг организован партией Роста. Местные лидеры надеются, что при поддержке народа они не только пройдут во власть, но и смогут сверху бороться с мусорной проблемой. Эта проблема в Московской области должна быть устранена через проведение регионального референдума. Так решили 25 ноября члены Народной палаты Подмосковья. Это такая независимая площадка, при помощи которой активисты из разных подмосковных городов вырабатывают решения по общим для региона проблемам. На референдум хотят вынести два вопроса. Во-первых, принятие областного закона, запрещающего в Подмосковье любые предприятия, занимающиеся сжиганием мусора. Второй вопрос – о внесении изменений в комплексную территориальную схему обращения с отходами. Изменения потребуют приоритета переработки отходов, решения проблемы полигонов ТБО. Раз уж пошла речь о референдуме, то стоит упомянуть, что в Москве может состояться беспрецедентное событие в истории современной России – референдум на уровне городского района. 29 ноября муниципальные депутаты Хорошевского района приняли решение, которое, безусловно, войдет в историю самоуправления города. Темой референдума станет сохранение парка «Березовая роща» в существующих границах, а также строительство паркингов для решения вопроса с парковочными местами в районе. С ходатайством провести референдум выступили сами жители района. И это стало возможно благодаря тому, что на выборах местный совет депутатов большинство взяли независимые депутаты, а не адепты партии власти. В заключительной части нашего обзора мы расскажем об активистах, которые уже пострадали за свою деятельность. Объединение перевозчиков России – это дальнобойщики, выступившие против Платона, внесено в реестр иностранных авиалов. Это стало результатом внеплановой проверки Минюстом документов организации. Сами дальнобойщики узнали о том, что они иностранные агенты из пресс-релиза Минюста. Дальнобойщики предполагают, что поводом для присвоения такого статуса стал разовый перевод суммы, эквивалентный 250 тысячам рублей, произведенный этим летом физическим лицом с территории Германии. «Активатика» пообщалась с лидером движения Андреем Бажутином, и он рассказал, что это пожертвование потратили на проведение автопробега дальнобойщиков. Но для статуса агента нужно было доказать, что организация занимается политической деятельностью. «А мы ею не занимались», — отметил Бажутин. Решение Минюста дальнобойщики намерены опротестовать. В Химках застройщик подал иск против активиста, помешавшего вырубке леса под застройку. Сергею Репке вменяют в вину простой техники и рабочих, а также повреждение забора. Иск заявлен от имени подрядчика ООО «Проект электромонтаж строк». С активиста хотят содрать компенсацию 250 тысяч рублей. Для военного пенсионера Сергея Репке это более чем значительно. 1 декабря в Тушинском районном суде прошло второе заседание по делу о якобы незаконном проведении митинга в защиту парка Покровская-Стрешнева. В организации митинга обвинили муниципального депутата района Покровская-Стрешнева Екатерину Семеновскую. Формально она не была организатором схода. Ответственность за его проведение взял на себя председатель московского отделения «Яблоко» Сергей Митровин. Суд не окончен. Следующее заседание состоится 18 декабря. Следите за нашими выпусками. Мы рассказываем о настоящих проблемах жителей России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok